Здравствуйте! Эфир телеканала ПС продолжает программу «Городские подробности» о знаковых событиях этой недели. Вам расскажут мои коллеги и я, Артемий Заварзин. Столетиями Архангельск закреплял свое право называться морским форпостом нашей страны и во времена Петра Первого, и в годы Великой Отечественной войны. И кажется, что морское прошлое, настоящее и будущее поморской столицы воедино слилось 19 марта, в День подводника. Тогда в Северодвинске на верфи завода «Сиумаш» состоялась закладка атомной субмарины нового поколения, которой присвоено имя «Города воинской славы Архангельска». В официальной церемонии приняли участие заместитель правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин, заместитель председателя Государственной Думы Сергей Железняк, заместитель председателя главнокомандующего ВМФ страны Виктор Бурсук. Для закладки подводной лодки прибыл на Севмаш и мэр Архангельска Виктор Павленко. Все подробности у Екатерины Грицыенко. Подводная лодка «Архангельс» станет представителем саммарин пятого поколения, созданных по проекту «Ясень». Кстати, головной корабль проекта «Северодвинск» уже вошел в состав Северного флота в прошлом году. В проекте применена так называемая компромиссная смешанная система конструкции. Легкий корпус охватывает только часть прочного корпуса и носовой отсек подлодки для снижения шумности. Впервые в практике отечественного кораблестроения торпедные аппараты расположены не в носу корабля, а за отсеком центрального поста. Это позволяет разместить в носовой части антенну нового гидроакустического комплекса. Ракетное вооружение «Ясени» составляют сверхзвуковые крылатые ракеты типа «Оникс» и «Калибр». При этом «Архангельск» обещает превзойти головную подлодку «Северодвинск» по радиоэлектронному оборудованию и оснащению системами корабельного жизнеобеспечения. Крейсер будет создаваться по усовершенствованному проекту «Ясенем». Согласно военно-морской доктрине, субмарины именно этого проекта в перспективе станут основными многоцелевыми атомными подлодками России. Закладка атомной подводной лодки «Архангельск» выпала на профессиональный праздник – День моряка-подводника. Вот почему присутствовавшие на церемонии называли это событие подарком, которого ждали больше 20 лет. От имени главнокомандующего военно-морским флотом и всех подводников военно-морского флота разрешите поблагодарить вас за тот прекрасный подарок, который вы сделали профессиональному празднику – закладку нового подводного корабля. Теперь мы надеемся, что в ровно назначенный срок корабль с прекрасным и гордым именем «Архангельск» пополнит ряды боевых кораблей военно-морского флота. Подводная лодка «Архангельск» длиной в 120 метров и с экипажем до 93 человек будет оснащена 8 торпедными аппаратами и 8 шахтами для многоцелевых крылатых ракет. Доизмещение субмарины составит почти 14 тысяч тонн, и сейчас такие масштабы трудно представить в реальности. Пока начало создания очередного гиганта военно-морского флота символизирует лишь закладная доска, приваренная к детали корпуса подлодки. Специально для участия в почетной церемонии в поморье прибыл заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин. «Эту ручку, которую я сейчас подписал в свидетельство, первый раз в жизни возьму себе на память. Почему? Да потому что севмашевские ручки никогда не замерзают. Они всегда правильно пишут. Так же, как правильно пишут сегодня на волне мирового океана Севмаш свою новую славную историю. Здесь, на Архангельской Святой Земле, заложена лодка, крейсер с названием Архангельск. Город, который в семь десятков тому назад принимал конвой, которые шли с техникой, столь необходимой для фронта, для нашей победы. Мы даже не представляем, насколько это важное историческое событие для всех нас, но и для всей великой нашей страны». Имя Архангельска присваивается подводной лодке не в первый раз. 9 августа 1983 года на Севмаш предприятий был заложен тяжелый атомный ракетный крейсер стратегического назначения 5-й корабль проекта «Акула». Имя нашего славного города субмарина получила после ремонта в 2002 году. Однако событие сегодняшних дней станет особенным в истории столицы Поморья. Имя Архангельск присваивается атомной подводной лодке в год 70-летия Великой Победы. «Город Архангельск – первый город России, город воинской славы. И вот эта добрая традиция продолжается сейчас, когда еще Петр Первый, первым кораблям, лучшим, причем кораблями, фрегатом, выпущенным, спущенным на воду на Соломбанской судоверфи присваилось звание Архангельск. Я думаю, что мы, город Архангельск, будем как по-прежнему шествовать над кораблем. И, конечно, я нисколько не сомневаюсь, что корабелы Северопинска, Севмарш-предприятия выполнят ответственное задание в срок, и лучшая лодка в мире займет борьевые порядки и будет открыть нашу великую родину. Но не могу не воспользоваться случаем, чтобы сегодня, в День моряка-подводника, поздравить всех подводников с праздником. Всем добра, здоровья, счастья, благополучия и мирного неба на нашей России. Спасибо. Добрый будь. Согласно планам, Андреевский флаг над атомной подводной лодкой Архангельск будет поднят через шесть лет. Именно тогда крейсер должен войти в состав военно-морского флота Российской Федерации. По завершению церемонии закладки подводной лодки, отвечая на вопросы журналистов, зампредседателя правительства Дмитрий Рогозин подчеркнул, в сегодняшних непростых экономических условиях руководство страны продолжит курс на развитие промышленного потенциала России с опорой на собственные силы. И немалая роль в этом будет отведена развитию арктических территорий. Для этого указом президента Владимира Путина создана специальная арктическая комиссия, возглавил которую Дмитрий Рогозин. В ходе визита роль Архангельска в новом освоении Арктики обсуждалась с мэром Виктором Павленко. Задача государственной комиссии, созданная решением, указом президента, это направление в двух векторов. Это прежде всего социально-экономическое развитие Арктики, и это решение национальных вопросов национальной безопасности. Поэтому мы предполагаем, что сегодня ближе к арктической зоне надо сдвигать все центры принятия решений по Арктике. Северный морской путь – важная тема, суперважная тема, потому что Северный морской путь – это огромное преимущество России, это самый быстрый путь с запада на восток, с востока на запад. Это фактически наш ледяной шелковый путь. Так принимать решение, где надо по Северному морскому пути? В теплых крестах московских кабинетов? Или все-таки, наверное, в Архангельске, или, скажем, в других городах? Вопросы, связанные, например, с сотрудничеством вот этих арктических территорий, где надо решать? Опять же, в Москве, в Донецке, надо уметь делегировать полномочия, надо привлекать тех людей, которые на месте будут принимать решения, а не бумажки перекладывать через Москву. Поэтому задача наша – как можно быстрее отмобилизоваться. Теперь я уже дал поручение собрать арктическую комиссию. И позавчера мы на эту тему переговорили с Владимиром Владимировичем Путиным. Он много надежд возлагает на работу этой комиссии. Поэтому 21 век – это века Арктики. Века Архангельска, конечно. Мы все-таки и по нашему социально-экономическому развитию, и по миссии города Архангельска рассматриваем все-таки как город, с которым будет развитие Арктики идти. Вот это все перспективы. Ну, для этого уже предпосылки складываются. Например, создание САФУ, университета, следующих других структур. Поэтому вот создание комиссии, которую Дмитрий Олегович будет возглавлять, мы с большим воодушевлением и с перспективой развития города Архангельска. Мы надеемся, и он сказал об этом, что нужно приближать к Архангельску, Архангельскую область вот те структуры, которые будут заниматься развитием Арктики. Поэтому я думаю, что будущее, да я не думаю, уверен, что будущее у Архангельска действительно есть. И вот закладка этой лодки и вообще с перспективой развития. В целом уходящую неделю можно смело назвать неделей открытий. Меньшего масштаба, чем на Севмаше, но не менее значимая состоялась в Цигламине. Там, на производственном участке 25-го лесозавода, был сделан еще один шаг на пути модернизации. В работу запущен новый цех по производству древесных гранул. Подробности у нас. Высокие немецкие технологии в сочетании с российскими стандартами качества. Так кратко можно описать новый цех. Масштабный проект стоимостью более 300 миллионов рублей. Новый импульс развития как экономики, так и биоэнергетики. Они будут работать в интересах получения прибыли, но и в интересах обеспечения теплом городов, сел. Гранульный цех был построен в рекордно короткие сроки и для 25-го лесозавода стал уже второй по счету производственной линией. 25-й лесозавод первым в регионе начал производство древесных гранул. Промышленный цех 5 лет назад был запущен в Маймаксе. По оценкам экспертов, мощность нового завода составит 60 тысяч тонн пилет в год, что позволит увеличить объемы производства в два раза. Мощности пилетного завода позволят выпускать продукцию как на экспорт, так и для внутреннего рынка. В первую очередь для Архангельска, где древесные пилеты уже используются на острове Бревенник, а также банях в поселках Кирцы и второго лесозавода. Мы большую часть объемов продукции, которую выпускаем, пилеты я имею в виду, будем также поставлять на котельные, которые расположены в Архангельске. На предприятии в циклами сегодня трудятся 500 человек. И с открытием нового цеха дополнительно появилось 20 рабочих мест. Для развивающегося микрорайона это весомый план. Мы надеемся, что и все социальные проекты, которые город тоже в циклами не будет развивать и далее, тоже найдут поддержку. Открытие нового производства в Архангельске – продолжение стратегических мероприятий по привлечению инвестиций в экономку города. В августе 2013 года в циклами не уже был введен в эксплуатацию лесопильный цех. Новая линия производства увеличила объем переработки сырья до 1 миллиона кубометров в год. Здесь, в поселке Циклами, произошло такое хорошее слияние и совместные действия получились бизнеса, муниципальных властей, региональных. Действительно, новая жизнь в поселке Циклами вдохнули. Событие очень важное. На предприятии продолжает работу и новая ТЭЦ. Она введена в эксплуатацию этим летом и работает на отходах лесопиления. Сегодня по поручению мэра Архангельска Виктора Павленко рассматривается вопрос об использовании ее мощностей для обеспечения тепла и электроснабжения нового микрорайона. Который планируется построить в Циклами. Чуть больше месяца прошло со дня другого открытия. Второй очереди социальных домов на улице Конзикинской. Квартиры в них получили более 40 семей из 10 аварийных домов Архангельска. В строящемся микрорайоне побывали депутаты Государственной Думы России. Первые три дома на Конзикинской, в которые переехали жители шести аварийных деревяшек, были построены мэрией Архангельска в 2013 году по программе расселения аварийного жилья за счет средств фонда реформирования ЖКХ. Здесь у нас предусмотрен, у нас как бы разработан проект на три очереди. То есть всего порядка 12 таких домов. Почему мы сейчас особое внимание смотрим именно на качество возводимого малоэтажного жилья? Поскольку, к сожалению, очень много фактов некачественного жилья. И когда переселяем из одних бараков в другие, этого допустить нельзя. Но вот внешне, мне кажется, здесь все хорошо. Каркасно-панельные новостройки на Конзикинской выполнены по современным технологиям. И как отметила депутат Госдумы Елена Николаева, все строительные стандарты при их возведении были соблюдены. Вот здесь я вижу достаточно высококачественное и сами строения, и те технологические решения, которые приняты, и внутренняя отделка. Мы зашли как раз посмотрели. Мне хочется пожелать только, чтобы такого рода примеры всегда были в положительном опыте для и Архангельской области, и для всей территории Российской Федерации. На заседании наблюдательного совета фонда буду рассказывать об этом. За несколько лет, благодаря сотрудничеству муниципалитета с фондом реформирования ЖКХ, жилищные условия улучшили более тысячи архангельских семей. Как продолжить эту работу и решить ряд назревших проблем в переселении граждан за аварийного жилья? Ответ на этот вопрос искали участники специального круглого стола. Мэр Архангельска в ходе дискуссии подчеркнул, что расселение аварийного жилья напрямую зависит от нормативной цены за квадратный метр в новых домах. В Архангельске эта стоимость крайне низкая и не учитывает климатических особенностей города, потому и желающих строить социальное жилье немного. Как отметила депутат Госдумы Елена Николаева, сегодня Федеральное министерство строительства занимается пересмотром методики этих расчетов. Думаю, что на основании этой методики, по крайней мере по Архангельску, такая цена будет скорректирована в сторону увеличения, и тогда для такого рода конкурсов будут выходить настоящие застройщики, которые гарантируют и качество, и сроки выполнения работы. Другая проблема связана с исполнением 44-го федерального закона, согласно которому строителям, чтобы участвовать в аукционах, необходимо внести залог. Это треть стоимости контракта, либо предоставить банковскую гарантию под заклад имущества. При этом банковская система в реализации программы расселения ЖКХ фактически не задействована. Так, подрядчики социального строительства в Цыгломине. Обратились, вот справка есть, в 22 банка, чтобы взять первоначальный капитал, там 150 миллионов рублей для начала работы, никто не дал. Все, и они, на что хватило денег наших же, да, денег на что хватило, это забить сваи под семь домов и сделать ростферд под два дома. Все кончилось. Мне пришлось пятницу с ними расторгнуть, потому что мне пошли на встречу, и фонд пошел на встречу, спасибо огромнейшее, и продлили еще на полгода. Но эта организация и с этими сроками не справилась. Вот я просил бы, если это есть возможность, все-таки как-то отрегулировать законодательно, именно вот залоговую проблему. Все, она стала камень преткновения для города Архалинска. Также на совещании обсуждалась злободневная тема концессионных соглашений. По федеральному закону до 1 января все муниципальные предприятия в сфере ЖКХ, признанные неэффективными, должны быть обязательно переданы в концессию. При этом не учитывается ни специфика региона, ни тарифный вопрос. Ведь, например, для Архангельского водоканала тариф до сих пор далек от экономически обоснованного. Как отметила Елена Николаева, если концессионер будет добиваться только повышения тарифа, то изменений фактически не будет. Напомню, что в плане по 600 указу привлечение частных инвестиций является стратегической задачей. Поэтому, естественно, мы все за то, чтобы привлекать частные инвестиции в сферу жилищно-коммунального хозяйства. Другой вопрос – качество этих инвестиций и за счет чего они будут возвращаться обратно. Я считаю, что здесь нужно дорабатывать законодательство и давать возможность различного трактования и различных форм привлечения частных инвестиций. В продолжении финансовой темы участники совещания затронули вопрос неплатежей за жилищно-коммунальные услуги. В масштабах страны эта цифра достигает 1 триллиона рублей. Часто задолженности ведут как к невозможности своевременно провести ремонтные работы в доме, так и вовсе банкротству управляющих компаний, порой необоснованному. Также есть проблема по оплате соответствующих ресурсов и со стороны управляющих компаний в пользу ресурсоснабжающих организаций, когда средства задерживаются, причем необоснованно задерживаются. Именно поэтому мы сейчас готовим законодательную инициативу, в рамках которых мы предлагаем предоставлять возможность автоматического расщепления платежей через работу, через единые расчетные центры, для того, чтобы исключить возможность управляющих компаний крутить чужие деньги. По заверению депутатов Госдумы к решению озвученных проблем, парламентарии приступят на ближайших заседаниях профильных комитетов. Разговор очень острый, актуальный, но на все вопросы, видите, мы находим взаимопонимание. Кое-что берем мы на заметку, потому что будем вносить поправки в некоторые федеральные законы, и это правильно. На встрече также говорилось о разработанной мэрии Архангельска программе развития застроенных территорий, действующей в Поморской столице. Положительные опыты ее реализации принимают не только города Северо-Запада, но и столицы России, где в скором времени парламентарии должны принять закон о комплексном развитии застроенных территорий. В Поморской столице с рабочим визитом побывал и вице-спикер Госдумы Сергей Железняк. Он посетил Архангельскую и Холмогорскую епархию, а также побывал в строящемся Михаило-Архангельском кафедральном соборе. Ход работ на объекте также оценили митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил и мэр города Виктор Павленко. Сегодня в соборе продолжается целый комплекс работ. Это и обустройство теплосистемы вентиляции. Завершается разработка проекта интерьеров первого этажа. Впереди облицовка фасадов. Я говорю, ну будет такой храм, где уже будете достойно приходить, чтобы можно с поклон сделать земной, подойти к иконе, походить спокойно. Для вице-спикера Госдумы Сергея Железняка посещение собора стало поводом поговорить как о духовных, так и насущных проблемах. Одна из них – недостаточное финансирование многих программ. В первую очередь по переселению из ветхого и аварийного жилья. Актуальный вопрос – многоэтажные социальные дома. Сейчас уже 185-й федеральный закон это позволяет. Государственная дума приняла решение в прошлом году по прибориванию. Все, по крайней мере, значимые законопроекты обязательно обсуждаем с тем, чтобы проекты подзаконных актов уже в период прохождения закона были нам представлены. Для того, чтобы было понятно, что есть гармонизация между изменениями в законодательстве. Другой важный момент – дополнительное финансирование. В нем нуждается и строительство кафедрального собора, но и федеральные и муниципальные власти едины в одном. Успешное завершение такого масштабного строительства – первоочередная задача для города со славной историей. Это старинный город, ему 430 лет, но я думаю, что духовно будет возрожден. Вот это вот самое главное для нашего севера, где сохранено все. Это очень важно. Поэтому храм – это духовное еще возрождение нашего города. Виктор Павленко также поддержал инициативу переименования площади профсоюзов в Соборную. На эту тему в Архангельске состоятся общественные слушания, а затем вопрос будет рассмотрен на сессии депутатов Городской думы. Ну а очередная сессия депутатов Городумы уже завершилась. Народные избранники поддержали предложение мэрии Архангельска, которое касается как ремонта городских дорог, так и проектирования новых детских садов. На сессии депутаты одобрили предложение мэрии Архангельска по поддержке малого и среднего бизнеса. Итак, перечень муниципального имущества, которое предприниматели могут арендовать или выкупить, расширен. Это способствует и наполнению городской казны, что подтверждает одобренные депутатами отчеты в выполнении плана приватизации муниципального имущества за минувший год. План был 282 миллиона. На сегодняшний день в казну поступило 307 миллионов. Действительно, переуполнение плана порядка 5%. Вырученные средства пойдут на решение первоочередных задач городского масштаба. Им депутаты уделили особое внимание, поддержав предложение мэрии Архангельска, в частности, о дополнительном финансировании ремонта дорог. Более 18 миллионов рублей пойдет на капремонт участка проспекта Ленинградский. Также планируется реконструкция проспекта Обводный канал от улицы Шабалина до улицы Смойный-Буян в сумме 9,6 миллиона рублей. Обеспечение земельных участков коммунальной инженерной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов по улице Цагламенской в сумме 43,9 миллиона рублей. А около 16 миллионов направлено на обустройство инфраструктуры для строительства социальных домов на улице Конзихинской. Там же, в Северном округе, завершается возведение стадиона, на эти цели депутаты выделили почти 15 миллионов рублей. По предложению мэра Виктора Павленко, 10 миллионов направлено на строительство детского сада в Соломоле. Очень отрадно, что этот вопрос на сегодня решился. Начато его проектирование, проектно-смертная документация. Ну и в дальнейшем, как сказал Виктор Николаевич Павленко, он обещал, что средства на его реализацию, на строительство, это в пределах 300 миллионов рублей, будут заложены на 15, 16 и, может быть, 17 годы. Однако сроки начала строительства полностью зависят от того, насколько оперативно правительство области доведет до муниципалитета лимиты финансирования по дорожной карте строительства детских садов. Есть дорожная карта, по этой дорожной карте федеральной мы представили, и у нас до 17-го года, 8 детских садов, строительство 8 детских садов. Одним, конечно, задачу такую нам не одолеть, чтобы примерно в новом детском саду, я уже сегодня говорил депутатам, стоимость на одного ребенка при строительстве нового детского сада это миллион, миллион сто. То есть вот детский садик спроектированный сейчас в Майской горке, 300 ребятишек, это 300-300, там, 30 миллионов рублей. Но все внутренние резервы по детским садам и возвращение детских учреждений практически исчерпаны, поэтому главная задача строительства. Салон было, проектирование строительства и Майская горка. Здесь строители по социальному, такому партнерскому отношению сделали проект и нам его передали для эксплуатации в городу Архангельск. То есть мы за проект ничего не платили, сейчас идет привязка его уже к земельному участку. Вот две основные задачи по детским садам, которые мы ближайшие, этот год и начало следующего года должны решать. Депутаты также поддержали предложение мэрии о возобновлении областной программы развития Архангельска как административного центра. Соответствующее обращение будет направлено в адрес регионального правительства. Конечно, надеемся на поддержку областного правительства в этом вопросе. Мы обращаемся конкретно, у нас есть и проекты готовые. В первую очередь, это проекты дорожного ремонта на сумму 715 миллионов рублей. Они уже прошли госэкспертизу. Это и капремонт проспекта советских космонавтов и реконструкция Московского проспекта. Кроме того, порядка 360 миллионов рублей может быть направлено на текущий ремонт основных магистралей города. Я обратился к губернатору. Есть средства 1,2 миллиарда рублей федеральных средств. Где-то 530 из них по закону могут пойти в города и районы Архангельской области. И я думаю, что мы вправе претендовать на какую-то сумму из этих средств. Мы готовим обоснования, чтобы получить эти средства. Депутаты поддержали обращение мэра к областным властям о выделении дополнительных средств на ремонт дорог. Также на сессии обсуждали вопросы развития ТОСов. Для недавно образованного ТОСа на улице Теснаново были установлены территориальные границы. А ТОС Кега получил новый участок в безвозвездное пользование. Таким образом, народные избранники поддерживают позицию мэрии Архангельска о важности ТОСовского движения в развитии областного центра. Сегодня мы уже говорили о новой странице боевой мощи России, закладке атомной субмарины «Архангельск». И наверняка оказаться в ее экипаже смогут и солдаты срочной службы. Тем более, что наши ребята, как правило, призываются войска на территории Северо-Запада. Если говорить об областном центре, то осенью 2014 года ряды российской армии пополнили 900 архангелогородцев. Такая цифра была озвучена на совещании представителей призывных комиссий Архангельской области. Службу наши ребята проходят в Московской и Ленинградской областях. Большая часть в воинских частях региона – это Пресецк, Северодвинск, а также Архипелаг Новая земля. Ребята служат успешно, есть хорошие, добрые отзывы. И как итог можно сказать, что те офицеры, которые прибывают за командой на сборный пункт области, они дают очень хорошую, положительную характеристику и желают, чтобы именно в их подразделениях, в частях проходили службу именно ребята из Архангельской области. Сократилось и количество уклонистов. Если несколько лет назад уголовной ответственности за уклонение от армии было привлечено около 200 человек, то в 2014 году их количество уменьшилось до 18. Положительную оценку областного комиссариата получила деятельность мэрии по морской столице. План по минувшей призывной кампании Архангельск выполнил на 100%. Новобранцы показывают умение достойно нести службу. Приходят разные отзывы, приходят благодарственные письма на имя родителей, руководителей предприятий, которые мы по степени, по возможности вручаем родителям на торжественных собраниях. Поэтому, что хочу сказать, задача выполнена, это радует. План призыва этого года находится в стадии формирования. Весенняя кампания в соответствии с указом президента стартует 1 апреля. К другим темам. Сегодня во многих городах России действует система так называемых социальных карт. Ее обладатель может приобрести продукты и лекарства с ощутимой скидкой. Вели в действие в социальную карту и власти Архангельска. О том, как работает дисконтная система, расскажет Инга Швецова. Проект «Социальная карта Архангела Городца» действует уже четвертый год. Первыми их получили ветераны Великой Отечественной, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда. Позднее карты стали выдаваться всем горожанам в возрасте от 65 лет. Эта карта дает право на скидки в магазинах, продовольственных, книжных магазинах, магазинах одежды, в аптеках, культурных учреждениях. Так, обладатель социальной карты Архангела Городца может купить билет на спектакль в Архангельском театре-драме имени Михаила Васильевича Ломоносова за 150 рублей. На текущий период уже выдано 23 тысячи социальных карт. Архангела Городка Нина Японишникова обладателем карты стала два года назад. Теперь не нужно носить с собой десятки дисконтных карт. Вот сейчас только что купила лекарства в аптеке, в полюсе. Можно отремонтировать обувь по этой социальной карте со скидкой 10%. Эта социальная карта очень значима для нас, для пенсионеров. Пенсии у всех небольшие, цены растут. А социальная карта все-таки помогает сэкономить бюджет. Мы очень рады, довольны мэрией нашей, что она заботится о людях старшего поколения. На какие товары и услуги и в каком размере будет предоставляться скидка, определяет владелец торговой сети, который решил присоединиться к проекту. Скидки варьируются от 3% до 10%. Кстати, список организаций, принимающих участие в муниципальном проекте, социальная карта пополняется с каждым годом. Сегодня их уже 36. При этом узнать, где действует скидка, легко. Об этом расскажут специальные аншлаги ухода. Это небольшая скидка, но есть в продовольственных магазинах. Но не только продовольственном. Можно и в аптеку сходить, и в магазин дачный, и в химчистку со скидкой, особенно в книжном. Оформить социальную карту Архангелогородца пожилые люди могут в окружных отделах управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска. Главное – иметь при себе паспорт. За дополнительной информацией можно обращаться по телефону 607-172-607-586. До свидания. 18 марта прошел ровно год с того момента, как в составе нашей страны на один субъект стало больше. Полуостров Крым присоединился к России. О знаковом событии вспоминали участники митинга, который прошел в Архангельске на площади Ленина. Здесь, в самом центре Архангельска, на площади Ленина, атмосфера по-настоящему праздничная. Митинг, посвященный воссоединению Крыма с Россией, собрал более тысячи архангелогородцев. Ветеран Великой Отечественной войны Владимир Семенди пришел на митинг разделить чувство солидарности с общей радостью каждого россиянина. Кстати, в декабре прошлого года ему посчастливилось побывать в Крыму по социальной путевке. У меня не встретился ни один человек из тех, с кем я беседовал. Персонал санатория, обслуживающий, врачебный и отдыхающие, местные жители, которые бы не радовались этому. Работает, инфраструктура налаживается, рубль в обращении вовсю, люди работают, санаторий функционирует и очень благодарны помощи. Хотелось бы, конечно, чтобы мы не забывали Донбасс и Новороссию и продолжили поддерживать их гуманитарной помощью, так как Крым сейчас находится под защитой нашей армии. В митинге приняли участие активисты молодежных, общественных, профсоюзных и ветеранских организаций, представители казачества. У каждого транспаранты с лозунгами «Севастополь, Крым, Россия, Крым наш». Так северяне высказали поддержку и солидарность братскому народу, народу Крыма. Задача поставлена Владимиром Владимировичем Путином, президентом Российской Федерации, была успешно выполнена. И то, что Крым и Севастополь наш, снова российский, это совершенно правильно. И вот накануне 23 февраля здесь был вице-губернатор города Севастополя, и мы подписали договор сотрудничества между Севастополем и городом Архангельском. Я считаю, что город Архангельска, это так исторически, это действительно тоже город морской славы, это первый порт России, это северный форпост России. А вот Севастополь, это южный форпост России. Я думаю, что мы будем развивать наши связи, прежде всего связано это с отдыхом ребят, с отдыхом наших горожан, культурные связи, ну думаю, что экономические тоже. Так что все возвращается на круги своя, Россия крепнет, и так было, есть и будет. В честь исторического события присоединения Крыма к России небо Архангельска раскрасили десятки воздушных шаров в цвет российского триколора. Вот такой была эта неделя для Архангельска. Я прощаюсь с вами до следующего воскресенья, желаю только хороших новостей, и пусть грядущие семь дней принесут много приятных моментов. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова